Чему вы так со мной? Бедную собаку выгнали сразу после рождения щенков. Никто не знает, как Мелоди очутилась в приюте, но её полные грусти глаза говорят о многом. Будучи молодой мамой, собака оказалась без крыши над головой, и только доброта людей помогла ей выжить. Сама голодала, но берегла малышей. Не так давно Мелоди родила 10 щенков, и сразу после этого кто-то привёл её в приют. Крошек принесли туда же, чтобы мама могла о них заботиться. Неизвестно, откуда прибыла собака и кто были её хозяева, но условия, в которых она жила до появления в приюте, вызывали слёзы у каждого, кто видел питомицу. Исхудавшая до костей, с невероятно грустными глазами, собака изо всех сил держалась, чтобы не упасть. Что самое удивительное, Мелоди оказалась заботливой мамочкой. Она выкармливала своих малышей, хотя сама едва стояла на ногах от слабости. Увидев, в каком состоянии несчастная собака, женщина, которая работала в приюте, попросила подругу по имени Петти Доусон помочь в спасении молодой мамы. Когда приятельница получила фотографии, на которых была псинка, её сердце переполнило жалость. Мелоди и её щенки просто не выходили у меня из головы, призналась Петти и, не раздумывая, согласилась прийти на помощь. К сожалению, забрать 11 собак к себе в дом она не могла, а потому поместила информацию о брошенной питомице на Фейсбук. В какой-то мере, Мелоди оказалась в невыгодном положении, так как была кормящей мамой, но, несмотря на это, нашлись люди, согласившиеся временно приютить всю семью. Забота и неравнодушие сделали своё дело, собака, которая чудом не умерла от истощения, понемногу начала набирать вес. Питомица понимала, что спасена и она, и её щенки, поэтому чувствовала себя счастливой. Прелестные малыши тоже были в безопасности и могли питаться маминым молоком без ущерба для её здоровья. Со временем для четвероногой мамочки найдут постоянный дом, а её детишек раздадут всем, кто захочет подарить любовь питомцам. Что же, мы очень рады, что эта милая семья получила шанс на счастье, и им не придётся скитаться по улицам в поисках еды и пристанища. Субтитры создавал DimaTorzok